Итак, всем я шалом, как говорится. Давайте я немного опишу ситуацию. Я пришел на взлом конверсии, когда был апрель, все стало плохо. У меня было в работе 5 проектов, и 4 у меня резко обанкротились. Я вообще очень сильно просел в доходах, и мне нужно было срочно что-то делать. Ну, прям вот очень срочно. И как бы я доверил собой, я такой, ну ладно, я схожу. Я был знаком до этого с Вовей лично. В Уфе мы сидели в Экальянной. И как бы я уже тогда хотел дать денег, но я как бы понимал, что нужно чуть, короче, подождать. Чувствовал, что будет именно я четвертый, и я не зря. Значит, что было сделано? У меня был проект с диванами, и я сказал человеку, вот есть новая технология, давай попробуем с тобой сделать. Ну, до этого у меня были так стабилизации, типа там 5-10 лидов в день, по очень большой стоимости там 500-600 рублей. Ну, то есть это очень дорого для льда. Хотя я тогда считал, что это прекрасно и вообще нормально, и так и должно быть. Я очень сильно ошибался. Получается, когда Женя Маслов рассказал про эту технологию, я быстро все собрал, переделал, мы в чатике поменяли чуть-чуть оффер, мне докрутили, мой куратор додел буквально квиз, я запускаю, у меня просто там раз в день 20 лидов. Я такой, опа, уже что-то хорошее. Притом они достаточно дешевые. Притом это был самый первый день, когда реклама еще не разогналась, я такой, хорошо. А потом у меня в день стало, я 50 лидов, и было до такой степени все плохо, что мне звонит менеджер и говорит, Рома, я не вывожу, пожалуйста, выключи, что-нибудь сделай. Мы сейчас просто умрем, короче, обрабатывать все это дело, потому что помимо того, что нужно позвонить, человеку нужно скинуть, я подборку с ним, нужно поговорить в мессенджере, и я проконтролирую, чтобы он приехал. В итоге, в первый запуск мы сделали, я сделал 82 лида, мы тут же продали за 3 дня на 150 тысяч. До этого никогда такого не было, в принципе, с диванами там было все очень сложно, потому что очень большой цикл сделки, люди ездят в 10 магазинов, везде все трогают, щупают и так далее. В общем, с этим было тяжело. Следующий этап по улучшению демо-каза был модуль у Насти Казариной. Я решил эту проблему, то, что люди покупают очень дешевые диваны, то есть они не понимают, в чем различие дивана, там 30 тысяч, например, 100 и 200, и с тем, что они не приезжают. И я придумал отдельное решение для мужчин, как раз то самое креативное. Мужик может приехать к нам в салон, лечь на диван и спать на нем час, то есть его просто берут, диван за 200 тысяч вот так и кладут, и он может поспать. Все, его никто не будет трогать вообще, в принципе. И при мне было вот уже пару случаев, где человек спит 15 минут, потом такой, я беру, вот там диван стоит 250, там какой-то вообще новый, навороченный, вот только-только привезли, на выставку поставили, там падает заявка, им звонят, через час он приезжает, падает там на 15 минут, вот так вот просто берет карты и покупает диван. И я такой, вот. И потом, в общем, есть такая фишка, где мы закрываем чека на второй шаг. Я объяснил, что вот как раз то, что наши менеджеры тебе объяснят разницу между диванами. И у меня был чек 50 тысяч, а сейчас там 100-150, совершенно спокойно люди покупают. То есть, типа, мне приходят оповещения о том, что там был куплен диван именно от менеджеров. И в связи с этим, кстати, тоже немаловажный факт, у меня все менеджеры по продажам получали 35-40 тысяч. И ко мне подошла одна девочка, у нее трое детей, ипотека, и вот у нее такая беда, она говорит, типа, я готова вот с тобой поработать. То есть, типа, ну, там люди не хотели обрабатывать заявки, она такая, я готова. Я говорю, без проблем, я сейчас отправлю в ЦРМ, чтобы все заявки были на тебя. Ну, вот только на тебя. Ты берешь и прям вот звонишь, обрабатываешь. И за месяц она стала такой акулой и выросла, там, по-моему, в июне мы выплатили 83 тысячи. И у меня все менеджеры такие, типа, опа. И все стали тоже. Конкуренция, конкуренция. Да, и в итоге, как бы, я когда, я прихожу в отдел, меня просто там обнимают, целуют, типа, Ромочка, наш там дорогой. И вот это все. Как бы это очень приятно, хотя я якобы не должен этим заниматься, но все равно это очень приятно, когда люди вот к тебе так обращаются, хотя ты вроде бы, ну, так себе с ними коммуницируешь. И, как бы, сейчас я пошло-поехало. То есть, например, в другой нише, вот как раз вот про боли и все такое. У меня сейчас есть магазин с мужской одеждой. Они продают турецкие мужские костюмы. И у них была проблема, типа, мы заказали сайт, нам его делали 4 месяца, заплатили 20 тысяч. Сейчас нам месяц делают рекламу. Ну, все, мы сейчас отливаемся. Все хорошо, типа, я говорю, ребят, давайте вот поспорим. Вот вы мне сейчас даете денег, через 3 дня у вас лидов будет больше, чем у них. Они такие, да не, не бывает, там вообще суперпрофессионалы. Я говорю, хорошо. В итоге, что-то я сделал. Ну, по-моему, я за 2 недели сделал 70 заявок. А вот тот, короче, лейдинг, который супер-пупер и все, он сделал 8, что ли. Что-то такое было. То есть, у них было 8 тысяч бюджетов, у них 1000 стоила заявка, ни одну они не закрыли. А у меня было 70 по 120 рублей. Или я по 100 рублей. И они такие, блин, может, тебе мы просто все отдадим? Ну, типа, зачем нам кто-то есть, если есть Ромочка? И как бы вот. И это потом все не наращивается. То есть, например, как с мебелью. Мне сегодня буквально прилетел заказ на Теопартнерство. То есть, ну, есть проекты, которые я беру за фиксу, например. Они мне неизвестны, непонятная, сложная ниша. А есть, например, мебель, где мне вообще все понятно и известно. Меня знают, как я диванного оборона. Мой кейс можно посмотреть в взломе конверсии. Он был настолько хорош, что его сперли, короче, и сказали, что это их работа. Вот. Это, кстати, тоже одно из неопризнаний, когда вас копируют, и у них при этом ничего не получается, потому что они не понимают, что, ну, дело не только в квизе. Там еще есть гораздо большие технологии, которые стоят за ним. Этому вас, в принципе, тоже научат. То есть, как вот делать так, чтобы люди вот не только оставляли заявку, потому что часто бывает, ты звонишь, тебе говорят, а мы вот просто хотели стоимость посмотреть или еще что-то. У людей нет желания купить, а оно должно быть. Они не должны быть в сети. Такие, типа, господи, лишь бы сейчас приехал замерщик и мне все сделал. Надо уметь, как бы, это неплохо, это хорошо, когда человек действительно вас ждет именно в вашу компанию, вашего клиента, и тогда вас будут синить, любить. У вас вообще всегда будут клиенты. К этому даже не особо нужно много прилагать усилий. Самое смешное было, я приехал в Яковоркинг просто потусить, и там был управляющий этого магазина с мужской одеждой. И в Коворкинге проблему, они не могут туда никого заселить. Он такой, блин, дайте ему денег, он вам сейчас все сделает. Нормальная тема. Вы говорите, вот как находить клиентов, куда они всиделись? Никто не платит денег вообще за маркетинг. Фрилансерам там сейчас придется прогулать жить. Ну, старые времена ушли, ну, реально у предпринимателей больше нет возможности там играть, играться в развитие. Сейчас вопрос на выживание часто стоит. Я считаю, ребят, что вам нужно, как и я, довериться Вове, и сюда прийти, вы освоите именно вот те технологии, и у вас, скорее всего, получится где-то какой-то... Естественно, это нужно сделать, чтобы это получилось, но у меня как бы получается, у других получается. В общем, может быть, где-то будут косяки, это нормально, но вам помогут и в чате, и я куратор, и в чате группы, то есть вас все разрулит, все будет хорошо, и будут клиенты, будут деньги там, будем делать бизнес, покупим себе тапки и вот это все. Я кураторы, analytics, и, конечно,